Иисус, дорогой, слава тебе, Господь! Спасибо тебе за то, что ты ведёшь нас, дорогой, за то, что ты верный Бог, за то, что ты всегда рядом с нами, Иисус. Мы радуемся сейчас, дорогой, потому что мы находимся в тебе, Иисус. Слава тебе! Ты один мне дал причину, чтобы петь не балуешь тебе. Я с тобою горе сдвину, И пою я хвалу лишь тебе. Ты один мне дал причину, Чтобы петь не балуешь тебе. Я с тобою горе сдвину, И пою я хвалу лишь тебе. Жди новый день. Вот интересно, что в миру у людей друзья и люди. Почему? Потому что они знают никого выше человека. Потому что мы тоже до Бога, мы же не знаем, что есть тот, кто стоит гораздо выше человека. Должна быть эта простота в общении, что ты можешь прийти, лучший друг он кто, ты можешь к нему в любое время прийти, и он не скажет, ну я же спала, ну я же это, то, там, что мне помешало, там. Он выслушает, даже если, это не всегда легко, но он тебя выслушает, потому что он твой лучший друг. Иисус, это вот все во всем. На самом деле все во всем. Также и в Исайе написано то, что я Господь первый, и я и последний. Как написано то, что я Альфа, и я Омега. То есть в начале всего был Иисус, и в конце всего тоже будет Иисус. Нету такого дня, чтобы Иисус не был к нам ближе, чем наша одежда. В мире очень много людей, которые не понимают, что Бог, он очень близко к ним. Они просто не открывают свое сердце. И насколько мы имеем с вами привилегию, просто час разговаривать и жить в этом мире с Иисусом. Потому что даже посмотрим, что было тогда на карантине. Для меня тогда Бог просто был как на самом деле лучший друг, который очень рядом со мной. Он был тот, который меня защитит. У меня не было страха, потому что Бог со мной. Хотя у людей была и паника, и то, и это, а Он был со мной. И мне ничего не страшно с Ним, потому что Он Бог мой, Он мой отец, Он мой лучший друг. Аминь. 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 Наш Бог, Он царь. Он царствует над людьми, Он царствует в этом мире. И мы не только Его уважаем, как Отца нашего. Важно всегда ставить Господа превыше всего. Потому что, как Юля сказала, что если Иисус на первом месте, то все остальное уже будет на своих местах. Аминь. Но знаете, есть такая вещь, вообще есть периоды в жизни человека. И в каждом периоде Бог проявляет себя по-разному. Здесь, вот, к примеру, здесь мне нужно утешение, да, и Он меня, Он в этом периоде, Он как мой утешитель. Да, да, да. В каком-то периоде Он меня наставляет как наставник. В каком-то Он советует советник. Бывают периоды, когда мне там не хватает любви или еще что-то, и Он ко мне как отец. Вот настолько Бог удивительный Бог, то что у Него нет такого, что сегодня Он отец, завтра Он опять отец, послезавтра Он опять отец, Он отец. Но в каждой ситуации Он проявляет себя по-разному и дает нам разное... Открывается по-разному. Открывается по-разному, да. Сегодня, к примеру, мне нужно такое, чтобы на самом деле показать, к примеру, людям, вот я помолилась за кого-то, мне нужен... Он как исцелитель, да. И Он показывает и открывается этим людям как Бог, который живой, Бог, который исцеляет. А здесь мне надо, чтобы Бог меня утешил, чтобы Он помог, наставил меня, как отец, как любящий отец, и Он мне приходит как отец. Также Бог, Он Иисус, Он наш жених, Иисус наш лучший друг. Иисус, это вот все, во всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok С простотой, в вере, приходишь к нему и начинаешь это рассказывать, и ты чувствуешь присутствие. Субтитры создавал DimaTorzok Все твои дела, нет таких же, как ты, 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 нет таких же, как ты, 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 ты. Не знаю, как у вас, но когда меня Дух Святой наполняет, когда Бог, когда я чувствую Его присутствие, у меня радости больше, чем от чего-то вообще. Вот у людей в этом мире радость. Купил новую вещь, купил то, купил это. А у меня радость, когда там... Совершенно радость, Господи. Моя радость, она не зависит от каких-то обстоятельств. То есть я сейчас в самых сложных обстоятельствах, которые у меня есть, но я чувствую руку помощи Бога. И у меня есть радость. А некоторые люди, у них всё есть, и у них нет радости. Они думают, как так? А потому что нет общения с Богом. Поэтому не просто общение, а живого именно общение. Потому что оно каждый раз новое. Бог каждый раз нас обновляет, даёт что-то своё. У нас есть чувствительность к Его Духу. И мы должны всегда, знаете, думать о том, о что говорит Бог в моём сердце. Когда мы что-то делаем, мы должны понимать то, что мы вводим Его Святым Духом. И вот эту чувствительность, мы всегда должны молиться, каждый день молиться и стоять в проломе, чтобы эта чувствительность у нас была. Потому что, знаете, я помню, я не задумывалась об этом. Я была ещё младенцем, я была далека от служения. Я ходила в нашу уже новую церковь, была крещена Духом Святым, но не было, знаете, этого познания Бога. И я помню, когда мне говорили, а правильно ли наш пастор говорит? Правильно ли он себя ведёт? И знаете, я всё, что сказала, если бы Духа Святого не было в церкви, мы бы это увидели. Это был мой ответ. И знаете, я благодарю Бога, что Он сохраняет тех, кто верит Ему. Потому что кто? Чистые сердца Бога узрят. И мы должны понимать то, что наш жизненный ориентир, он должен быть на Иисусе. Вот знаете, не обращая внимания ни на друг друга, мы просто должны всегда, чтобы наше сердце и наш взор был на Иисуса, потому что Он наша скала, Он наш краеугольный камень. И если у нас нет доверия к Нему, есть такая песня, и даже если горы не двигаясь стоят, я буду доверять Тебе. Даже если я на молитве не слушаюсь, я буду доверять Тебе, потому что это очень важно. И если мы не заложим в наше сердце это, то, знаете, нам будет трудно. Нам будет трудно склонить колени, трудно смириться перед Богом. Знаете, вот понаблюдайте за своим сердцем, когда к вам приходит какая-то проблема, какое-то тяжелое обстоятельство. Что вы первое делаете? Вы кому-то звоните или вы стоите на колени? Это очень важно, чтобы, знаете, Иисус был на первом месте, когда все будет на своем. Аминь. Один раз на служении этот служитель показал, как открыть сердце перед Богом. Достал карман, вот так перевернул и сказал, вот так надо открыть сердце, чтобы даже вот эти внутри, которые есть, вот полностью надо открывать сердце, чтобы ничего там не осталось. Если что-то останется, будет расти. Надо искренне открыть сердце перед Богом и принять праведность, принять эту святость. А страшно же порой искренне открыть, там же столько тараканов, простите. Да, видите, конечно, да там может быть и крокодили, но они имеют значения. Надо открыть, чтобы убежали. Когда приходит свет, у меня была в адвале доска лежала несколько лет. Лежит и лежит. А потом думаю, надо выбросить эту доску. Я когда поднял, столько там животных оказывается живут. Я разрушил этот дом их. Вот точно так же, где закрыто, там есть тараканы. И они потом скажут, а себе дадут знать. А что Бог говорит? С искренним. Поступает искренне. Поступает искренне. То есть здесь Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожелает. От плоти тление, от духа жизнь вечная. От духа это есть проявление любви. Но это страшно же, а что подумают? Еще вот это, особенно я тоже замечаю в молодежи вот это переживание. А что обо мне подумают? Мне надо красивым выглядеть перед людьми. Ну, выглядеть красиво это неплохо. Но с чистым сердцем ведь Бога узрят. Ой, я имею в виду, да. Вот по послугам, что во всех отношениях я очень положительный человек. У нас есть очень великий дар от Господа, который дал. Это покаяние. И тайная комната. Вот только там очищаются сердца. Только там очищаются сердца. Тайная комната. Тайная комната. Никому нельзя доверить своей тайны. Своё самое сокровенное, что есть сердце, как Иисусу. Потому что, да, Иисус, Он хранит наши тайны. Поэтому вот как важно, чтобы мы проводили как можно больше времени с Ним. Потому что с лучшим другом ты можешь ни с кем не общаться, кроме лучшего друга. Потому что Он ближе всех к тебе. И характер Господа, он отличается тем, что Он не только выслушивает. Он помогает нам пройти через ситуацию. Человек может просто сказать, ага, да, ну он сидит в такой, он сидит там задумчивый, слушает тебя. И вот, ну это, как в одно уху влетело, в другое вылетело. Ну надо было послушать нам. А Бог именно поддерживает нас, помогает нам, чтобы мы смогли пройти через всё это. И каждый раз Бог даёт тебе откровение на свою ситуацию. Ты читаешь в том раз, там, Писание, и, ну, стих как стих. А в этот раз ты читаешь и думаешь, о, Господи, это точно ответ от тебя. Это точно то, что мне сейчас нужно. Поэтому благословляю вас, чтобы вы не пренебрегали общением, чтобы все вообще не пренебрегали общением. Потому что это очень важно. Бог двигается с нами по-разному. Потому что если наш Бог живой, то есть наш друг живой, то общение тоже должно быть живой. Да, точно. Конечно, мы с лучшим другом, так посмотришь, мы с лучшим другом постоянно общаемся. Вот постоянно. Слушай, у меня сейчас такое произошло. Он такой, да, и поддерживает, и это, и то. То есть он все знает о тебе. Все. Это как, не знаю. Но, конечно, у нас сейчас должен быть лучший друг, это Иисус. И мы должны строить свое основание на краеугольном камне под названием Иисус Христос. Но, конечно, у людей в мире бывают люди, лучшие друзья, это, конечно же, их люди, в общем. У людей в мире лучшие друзья, это их люди. Ну, а у нас это, конечно, Бог. И на самом деле ни один человек никогда тебе не даст ответ, никогда тебе не даст выход из ситуации. Потому что это может сделать только совершенный, только живой Бог. Потому что многие люди, они не верят, что у нас живой Бог. А у нас живой Бог. И мы это можем доказать только своей жизнью. Аминь. Знаете, вот один из моих самых таких тоже любимых стихов из Ветхого Завета, вы, наверное, его знаете. Это Исайя, где вот пророк Исайя говорит такие слова. Точнее, ну да, Дух Святой через него говорит то, что не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Аминь. Аминь. Ну и хорошо, что вы его знаете, потому что это стих такой, нужно его знать. Слава Богу, да. В этом стихе. Да. Знаете, там еще в 40-й главе вообще написано то, что «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разом Его не следит». Аминь. Я предлагаю, чтобы, вы знаете, мы сейчас на самом деле помолились, чтобы Дух Святой, Он, правда, помог тем людям, которые нуждаются. Чтобы Дух Святой открылся тем людям, которые вот в трудном положении, которые должны просто принять Иисуса именно как друга еще. Не просто Спасителя, не просто Искупителя, но еще как друга. Того, кто всегда помогает, того, кто идет впереди нас. Слава Господу. Склоним голову, помолимся. Аллилуйя, дорогой Господь, отец, спасибо тебе. Мы благодарим тебя, что ты открылся нам не просто как Господь, не просто как Царь, не просто как Господин, но и как наш самый лучший друг Отец. Мы благоставляем Отец это служение, благоставляем этот проект, благоставляем тех людей, которые смотрят нас, Господь. Просто посети сейчас людей, которые больше всего нуждаются в тебе, Отец. Даруй им это откровение, Господь, не бояться, не смущаться, Отец, потому что ты с нами, ты помогаешь, Отец, ты укрепляешь, и ты не изнемогаешь, Господь. Разум твой, он не излетим, Господь, и мы превозносим, мы поклоняемся тебе, благодарим тебя, Господь. Пусть на самом деле твоя любовь, она еще больше будет наполнять наши сердца, Иисус. Мы любим тебя и славим. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Если ты желаешь принятия Иисуса в свое сердце, повторяй эту короткую молитву, Иисус, я верю, что ты Сын Божий. Я верю, что ты пришел на эту землю, чтобы понести наказание за мои грехи. Я прошу тебя, войди в мою жизнь, будь моим Господом. Когда я уйду с этой земли, прими меня в свое царство. Аминь. Майкера. Аминь. Майкера. Во. あ. Эй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова